Вот когда мы придем к этой глубинной оценке самих себя, тогда начнется истинная режиссура. Она придет, она грядет, и вся мелочь отпадет сама по себе. Шелуха останется, а нечто должно родиться новое. Время потребует, оно уже почти готово к тому, чтобы еще более настойчиво требовать. Мы сгубили, ну, может быть, это не только супало, так, эпоху. И сгубили, и губляем. Ну, пока лишь и не до конца, але губляем. Так, медленно и уверенно. Вот. Театр супероживания. Духовный театр. Театр сердца. Театр души. Вот здесь, на этом месте, когда Валерий Николаевич умер, мы поставили столы и поминали его. Через дорогу была открыта вот эта дверь. Стоял скелет театра Янки Купалы. Как раз, когда умер Раевский, так совпало, но, по-моему, это символом полностью разбили театр Янки Купалы для того, чтобы его реконструировать. И вот ушел Раевский, и ушел тот Купаловский театр. Я потерял человека. Человек, который размышлял со зрителем, как философ. Понимание мироздания, это знаменитый его космос. Это дорогого стоит, этот космос, потому что нужно было понимать, что существует понятие пространства. Не просто человек, вот я свое тело, я владелец своего тела и больше ничего. Вот хочу, как хочу, так ими врачу. А понимание того, что ты существуешь в определенном пространстве, что ты должен мыслить категориями. Я лишился человека, который действительно привел меня вот в этот театр, да, и дай бог мне, как и он, из этого театра уйти, как говорят, вперед ногами, понимаешь? Для меня это просто большое счастье. У меня нет суммы по этому человеку, потому что и он справился, как человек. И он пришел в этот свет и судовно отпорцевал в этом свете. Можно только позависдрестить. Он же каждый спектакль смотрел, почему он говорил, смотрит, смотрел. Ну, у меня ощущение, что и сейчас смотрит. Йоран, как ты ведал, как она зажурилась, как она провожалася, Йоран, Йоран. Я на ноги ему целовал, как только и он дыровал. Йоран! Черт! Черт! Ему удалось больше 30 год термать гэтый вельми складанный театр на своих плечах. Любить людей, чудовные спектакли выпускать, никого не крызить, для всех быть батьком. Это было сделано совместно с автором, исходя из его предложений. Они есть самые молодые, они самые молодые. И Зиночка Зубкова тоже молодая, и Миронова тоже молодая. А самый молодой, а потом и Духа, и я. То есть старший Геннадий Степановича на полгода. Теры все дети, это очевидно и точно абсолютно. Потому что они задержались, но не в развитии своем, а в оценке мира, они остаются детьми. Он был очень добрым, очень. Я не сразу это поняла. Мне потом как-то вот, когда вот идешь так вот, как-то рядышком, я во многих спектаклях у него работала. С ним можно было, так сказать, искать. Он позволял это. Ему приходилось, конечно, там застегиваться, наверное, в силу каких-то все-таки главных режиссеров и вести такой огромный корабль, быть требовательным, там, жестким, стараться быть. Но внутри нет, внутри нет. Внутри очень добрый. Да он ребенок был. Пришел такой период, когда я стал директором театра. Он был художественным руководителем театра. И он приходил ко мне. Вот, надо такого-то уволить. Вообще хватит. И говорю, Валерий Николаевич, может быть, как-то слишком сурово к нему относитесь. Ну, там, опоздал на репетицию. Но это же было всего второй раз. Потом уже какие-то уважительные причины. То есть, грубо говоря, в течение пяти минут, разговаривая об артисте, которого Раевский хотел уволить, потом оказывалось, что ему надо премию вообще за то, что он хорошо исполнил роль какую-то начислять. То есть, его легко было уговорить на добро, а на зло невозможно. Слухай! Зараз же ездить до дому! Я бы сказал, что забрали только учора! Зараз поедешь! Тут помощь! Як приедешь, одразу... Як приедешь, одразу до дому не захватит. Затемнись по шатку, да какой-нибудь суседил. Сглузду усе съедуть. Хадим! 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 И он, когда, значит, за нечто брался, значит, до этого долго подыходил, спочатку. А когда уже брался, первое, что он робил, это закручивал каханья с материалом. Миновито каханья. Я памятую, как он говорил, слушай, нет лучшей в мире пьесы, чем три сестры Чехова. Я говорю, ну, хорошее, ты понимаешь. И начинает... Знаешь, он, значит, сам себе не подводил, но иншим разом и надокушивал. Порох, и он не одразу поставил. Она лежала у театры, як бы, мовить, ну, больше двух годов. А вот Макайонок почав скандалить на Мастатском совете, значит, что, что же вы кричите, что нема пьес, молодые не идут, а вот лежите, значит, ну, каратейка не так все просто на початку была. Здоров, Тедос! Здоров! 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 Весна! 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 Земля этой пить просишь, ах, утка, туман, снег здесь и трав! Ау! Федер! Ау! Слушай, Федер! Ау! Тихо! Ходи! Ходи! Тихо! Ходи! 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 Все! Раслупай! Смотри, какие спектакли были. Вот я просто сразу к этому, как бы, и перейду. Рядовые. Пространственное решение вместе с герлованом, когда колонны, как оголенные, разбитые трубы орган. Тема войны, тема человека на войне. Посмотри, плач перепелки. Впервые в драматургию, по сути дела, белорусскую вводится понятие хора. Греческий хор. Во время войны, казалось бы, это странно, какая вещь. А там, опять, за счет пространства, которое и Борис Герлован сделал, когда номинальная какая-то есть деревня, как Белоруссия вся, и передний план, где идет там, опять же, трехмерка даже идет, где идут действующие лица, этот хор, который выходит. Посмотрите, что в буре было. Мы можем по-разному относиться к этому спектаклю, говорить, получился, не получился, но там пространство, тем более материал какой. Ни один белорусский критик, по сути дела, не написал нормальную статью, только Барташевич, шекспировед московский, написал нормальную статью, которая понимает Шекспира. Возьми трибунал. Опять же, проблема войны, но каким образом она решена? Возьмите Эрика. Можно по-разному относиться к этому спектаклю. Я про другой спектакль скажу, про самый удивительный спектакль. Это «Страсти по аудею», это вообще белорусские евангелия. Белорусские евангелия никто не понял. А много хотят вообще слушать те же «Страсти по Матвею» или «По Иоанну Баха». Не особо. Вот и этот спектакль был. А он был удивительный во всех отношениях. Не отдам. Матка грош избирала все житье, батька все за Богом, да за парадком. А я на копейку копейчину пешком у Мстислав. Сорок километров туды, сорок назад, как только вольный день, а в этот вольный день только зимою, у холода, да ветер насквозь, накупляя на своей копейке ленту да иголок и сесть в повезках продавать. Ноги отнялись к старости. А копейку? Куда копейчины? А как прикинули разу в этот хутор куплять, так и половина не бах. А я хотелось обеть свое. Свое! Капсан, господа! Поехал на гаде шахты, посадить у клетку и под землю. Не дыхнуть! Зелбишь кирку, и вода с камня сочница. То одного побочь придушит, то другого покалечит. Популю вниз. Три рази молитву прочитаешь, святый Божий, святый крепкий, святый бесспертный. Помилуй нас! И декорации, и актерский состав, ансамбль, который был, он уникальный был, и тема, и как она была решена. Вот это потерял. Душа. Человек. Исследование человека. Вот чем занимается театр. Исследование человека. Исследование человека. Исследование человека. Чтобы восстать завтра от ложа, яку и во все дни живота моего. И не предай меня крамоли змеиной и желанию сатаны и врагов моих плотских и неплотских. Я специально не иду в какой-то рассказ с его точности формы. Это дело критиков. Это дело истории театра. Это уже вошло в историю театра. Потому что говорить вот, вот, да как он дышал. Мы уже все помним, когда я помню последний шанс моего дыхания. То есть это биение сердца. Потому что выходишь там, а это быков, это страшная, страшная вещь. И мы все слышали, как, ах, ах, ах. И чем он проигрывал. Он все время играл с нами. И мы так выходим, так, все, пульс идет. Он дышит, в сердце идет. Спектакль идет. Мы просто вот как на этой подзарядке. Он никогда не был режиссером-диктатором. Допустим, когда мы делали спектакль «Три сестры» по Чехову, я играл Андрея Прозорова. Мы с Раярским вместе договорились. Он мне предложил, он говорит, слушай, а ты играй, ну, не какого-то там брата ущербного, а просто попробуй играть четвертую сестру. И у меня сразу пошла роль. Мне стало нетрудно. Я стал играть четвертую сестру. Вот такую вот. И потом уже там пластические какие-то характеристики, речевые, я уже сам добавлял. Но вот этот вот первоначальный посыл, играй четвертую сестру, мне этого хватило для того, чтобы эта роль в моей памяти осталась как одна из моих самых любимых ролей. Он же керавник театра был. И потом артисты гэта не самая экологичный ащародак для життя. Будем так мовить. Не крыгдуйте, когда ласка на меня. Я вас люблю. И он мог знаходить зиме и аульную мову. И у яго, я как вам сказать, была душа, но это не глагладно. Яна у яго так билаща. Пастаянно билаща, сердце бьется. Ты в склепе был. У якин склепе. Кень валять Ваньку. Покажи фенягу. Ну что ты, старшина, я бы вытер его. Тью сажилцы сполоснул, башил там сирот двора сажилка. Лебеди чёрные плавают и любят паскуды чёрные. А что там у склепе, коли не сокрыт? Ну что с того, калибь он был и у крови. Я с атаки, а не с бульварчику. А с бульварчики. Это тот человек, который определил мою судьбу на самом деле. В 1981 году я приехал в Минск. Впервые. Был очарованный театр Ромянки Купала. Я посмотрел несколько спектаклей и решил поставить точку на поисках. не поехал в Москву устраиваться никуда. Просто я был потрясён некоторыми его постановками. Рано тебе любиться почала со своим Пилипком. Не десподобый был и он мне шалопутный был. Ты ж понесла где-то у девка. Вот. Ага. Думаешь, не болела у меня душа? Ну и что я верила ему? Верила, что жениться, что возьми меня. Верно. Моя помылка вышла. Аня шалопут, Йон. Что? И он шалопут? А с фашистами воюй, а? А ты поешь удаюху помогать. Ты кто теперь шалопут? Кажи, кто? А ты не то, что фашистам служишь. Я на жусь сёру и тують. Я на жусь людей стреляють. Я на жусь 80 детёнков еврейских на таким морозе покидали волами у машины и постреляю. В то время мой однокурсник Гена Воронин работал в русском театре Театре имени Горького. И он говорит, а о чем ты мечтаешь? Я говорю, ну вот мечтаю. В Купаловском работать очень мечтаю. Он говорит, только покажись там Раевскому. Я стесняюсь подойти. Он говорит, набирает какой-то номер телефона с проходной русского театра. Говорит, алло, Валерий Николаевич Раевский? А это вас беспокоит Давыдько Геннадий. Я актёр из Бобруйска. Что играю? Да всё, Гамлета играю там и врёт напропалую. И так нагло как-то разговаривает. Я хочу вам показаться. Это он Раевскому говорит. Может, я вам понравлюсь. Может, вы мне понравитесь. Так шутят. Он на коленке уже подгибается от страха. Потом Гена Воронин говорит, ну всё, он тебе назначил встречу на завтра. Ты можешь не уйти. Я вернулся из Москвы со стажировки в Минск. И Раевский запросил меня у театра. Купаловский. И я, Минск. 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 Петербург попросил у Купаловским театрой. По судности, он вырос в Маглиус. Позвонила секретарь, сказал, вас хочет видеть Валерий Николаевич. что там, что тут меня хочет видеть, там, или, может, на какую-то разовую роль, там, всё. но пришёл. С быдунища был, он привёл себя так в порядок, хипово не одевался, так, знаешь, нормально. Пришёл, первые слова его были. Коленька, хотел бы работать в моём театре. Я так, быть, смыть, ну, тут вдруг, тут уже, знаешь, всплыло, ну, конечно, хотел бы. Всю жизнь мечтать в таком театре работать. Вот. Я говорю, ну, ладно, Валерий Николаевич, а когда показ? И он мне таким простым словом, Коленька, какой нахрен показ, тебя вся страна знает. Я так, я сразу говорю, какая нахрен страна меня там знает, Господи, Боже мой. Я простой, обыкновенный там, актёр в таком, ну, как в театре работал. Вы думали, диету, не чуть голодом. Умыт, когда у них водянистая, немецкая натура, да и у нас такая. А у нас не такая. У нас, когда свинина, да и кушу, свинюча не нашел. Баранин, да и к целкам еще барана. Гусь, да и гусь. Кали я ем, так я уволю, с вами душа просит. Я говорю, я не один. А с кем? Том умирал. А, Том умирал. Знаю. И тут же и ей, пишите заявление. Мы написали заявление, и на второй день сразу пришли на работу, понимаешь. Театр, конечно, трохи. Ну, знали-то, конечно, меня, Господи. там, и все так смотрят, ну, какие-то ставленники, знаешь, где-то что-то беспоказано, а тут ты что, Мара, это самое, Мара Георгиевна, нет, она, я ничего плохого не скажу, ну, все же, как, ях, это так. У театр пришли, и мастацкий совет не глядел. Мара Георгиевна, Мара Георгиевна, дозвольте вас познаемить. Наша дачка, институтка, только что скончила учиться, дачушка, познаемся, а это и есть сам Павел Иванович Чичикал. И он сам выказывал, а лез праз актеру, праз аутара, праз материал. И он сам себе авангардным лечил, а лез тым не менш, при всем, тых яго, ну, неяких сценичных заморочках, як бы мовить, у все ж таки сэнс, душа, думка, сапраудная, у яго было на першем месту. Он желал хорошего, я это чувствовала. Ну, не зря все-таки последняя работа была. И хотя мы могли ссориться, могли, вот можно было с ним. он не воспринимал это личностно, он не воспринимал это, это было творчески, это было, потому что, ну, я вижу, вот так, а как прийти вот к этому? он умеет слушать. Мы с Овсяником на роль вместе, да, я жду, 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 когда же я буду репетировать, как мне не репетиться, Геннадий Степанович, Геннадий Степанович, и мне уже начинает трохи это самое, остается три дня до премьеры, я подхожу, говорю, Вероний говорит, а, Коленька, да, 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 ну иди на сцену. Ну, ну, что ты коло встал? Танцуй! Он увособлял материал, он от него отштруховывался, он раился, его зима, мы говорили, мы размиркование робили, значит, то же самый одуванчик, как я на юбилее Манаева сказал, что он лепший одуванчик у всех часовых народов, это саправды так, это я пропонавал, я поглядзил в него в некем, только что пришел в театр, в некий спектакль таки был, я бачил его такого, у меня рот раскрылся, что вось внутри он, и он таки, он трошки, як бы, цеприпыленный, ничего не разумея, куда я он трапил, я побежал, говорю, Валера, слухай, ну да, 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 я тоже про него думал. И она посмеялась, а потом рукой, вось так, провела, я, как же, ленька, и от воды на тебе заклятие зараблю. Я памятую, значит, финал, родовых, уже, ну, вось вперед премьеры, одна с репетицией, Валеры, Филатов, там, Дзерваеда играл, и в конце, ну, загинулись, обры, и он уже так, гора, и крыви, гатый, вось, напився, да, изнемоха, взмученная в очи, взмученная сердце, взмученная душа, и тут, победа! И он сел, и зарыдал, солдат-пераможца, белорус, Филатов зарыдал на сцене, а райовский заплакал, когда меня нет, он садил. Я тогда, значит, с ней, ну, стромався, але мне стало тепло-тепло. Я заразумел, что, ну, спектакль стрелять, и он таки стрелил. Шаром хоть святя Мария, бульбу теперь садить, земля теплая, дыхая, но поспею поздней трохи, но ничего, дробненькое будя ли, ничего. Не ходи ты за мной Мария, не отводит меня беды, смерти не боюсь, жить страшно. Я думаю, что он прожил счастливое житье, потому что он, для мужчин это вельми важно, он отбылся и создавал все профессии. И он, у него дети застались, у него застался татарь, який он пронес на своих руках и не разбурил, и, и, судовую атмосферу заховал татарь. Я сумовал, где бы я ни працалал, и без конца сумовал, покупал с кем татарь. Тут на самом речи, судовую атмосферу татарь. Одно из его любимых выражений, что художник это всегда против, художник всегда молод, художник всегда вынашивает пограничные решения, он не может быть там за или против, он всегда должен сомневаться, творческий человек должен стоять под сомнение, любую истину, только тогда он творец, говорил Раевский. Раевский.